Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу EPL'а и, соответственно, EPL'а против всех. У нас последние новости о дате регулирования. Ну, как вы понимаете, естественно, 22 апреля нам сказали, что якобы окончательный ответ у нас подадут по поводу штрафов о решении на 2 миллиарда долларов. Ну, если открыть, вот у нас, как вы наблюдаете, еще перенесено на 16 апреля, ну и, как мы видим, еще 17 апреля. Якобы все уже закончится. Вот у нас даже указано, что будет у них кейс и будет это все рассматриваться. Ну, и, по сути, ясность, говорят, у нас должна быть уже, ну, как мы слышали, потолок 6 мая. Но, опять-таки, вы же понимаете, что резина может быть затянута. Естественно, суд это, ну, естественно, фикция. Я уже за это говорил неоднократно. Это просто рекламная кампания. Ну, и, как вы понимаете, несмотря на то, что это рекламная кампания, оттянуться она может до пика, скажем так, булорана, либо пика XRP. Поэтому будем посмотреть. Объем торгового XRP резко вырос на фоне ликвидации 956 миллионов. Ну, и, естественно, ликвидации по XRP у нас составили где-то около 10 лямов. Поэтому, как и было ожидаемо, у нас разработки продолжаются. Но самое интересное, что были самые большие ликвидации и самые продаваемые активы на крупнейшей бирже Южной Кае Аббит. А я напоминаю, что та же Южная Кае у нас также копит перспективные монеты, которые они будут потом пампить. Аббит, Битхамп и многие другие. Да, Абхолд. Кэблс Файнэнс у нас становится первым Дексом, запущенным на Сурабан Стеллар. То есть, как вы наблюдаете, Стеллар также развивается. Получается, что обязательство сделать финансовые учреждения более доступными во всем мире дополняет миссию по эволюционному изменению торговли на валютном рынке. Ну, и в том числе у нас пользователи XRP будут зарабатывать непосредственно на XRP Ledger. То есть, как на стейкинге, да, как вы понимали, да, поскольку Айпл планирует запустить собственный протокол кредитования. Ну, и как мы понимаем, что могут заимствовать деньги и также еще там различные протоколы кредитования. Ну, это инструкция есть на Ютубе, как на этом зарабатывают, на полах ликвидности и так далее. Я думаю, разберетесь. Потом, получается, Айпл отправляет 100 миллионов XRP неизвестным кошелькам, поскольку цена восстанавливается. И, кстати, у нас новость за сегодня. Поэтому, действительно, и как вы наблюдаете, было переведено у нас 100 миллионов XRP на почти 50 миллионов долларов на неизвестный кошелек. Ну, и, скорее всего, киты продолжают накапливать на десятки миллионов, то есть сотни миллионов долларов. Ну, и на рынке, естественно, ликвидировал почти на миллиард долларов. Ну, и в том числе за последние два дня это где-то около двух миллиардов. Ну, и это в ролике про биток показывал. Биткоин эфир у нас терпит крах. Бык сбежал. Вот так вот у нас оказывается. Ну, перевод вот такой. Ну, а здесь из Bullrun over, то есть Bullrun окончен. Ну, видите, такой каевой перевод. Ну, и типа серьезное падение. Видите, действительно, внушают и продолжают сегодня, там, и позавчера еще рассказывают, что все было рано окончено, хана там и так далее. Но, как вы понимаете, естественно, ну, бычий рынок ни хера не окончен. И если, ну, вы переживаете на этот счет, я бы не стал, потому что, ну, большинство людей вообще ни хера не соображают. И считают, что все, у нас как только началось там формирование бычий флаг, можно наблюдать на четырехчасовом графике биткоина в том числе. Но если они видят малейшее падение, они считают, все, бычка закончилась. То есть, до этого, когда все растет на 2-3, там, 5-10x, это нормально. Откат, там, на 20-30% или даже 50, это все уже. Крах рынка, это пиздец. Вот, биткоин у нас супер дешев по текущим ценам, утверждает Adam Beck. Ну, тот же самый Adam Beck в январе утверждал, что у нас через 2-3 месяца, которые как раз-таки прошли уже, будет биткоин стоить там что-то. То ли 100 тысяч долларов, то ли 200 тысяч долларов, он говорил. Ну, и по факту, говорит на данном этапе, утверждает, что понимание ценности отстает из-за неравномерного. Распределение и средний инвестор, это что-то вроде продикующего новичка. Ему нужно закалиться в боях на медвежьем рынке или 2-х, прежде чем действительно поймет это. Да, но только я не понимаю, как можно было ждать биткоин по 100 тысяч долларов, да, так быстро. И уже не считает, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов только из-за рассказа о сплотовых ETF. Ну, то есть, уже он переобулся, поэтому вполне ожидаемо. И, как вы понимаете, что это все были басни. Шип, Ада и Доги приняли участие в митинге помощи после огромной аварии. Ну, как мы понимаем, не аварии, а enormous crash, то есть огромного падения. И, естественно, видите, вот эти монеты также упоминаются и часто они появляются в настях. А это говорит о том, что киты в них заинтересованы. Я напоминаю, что шипа, что Доги на третьем месте у китов после биткоина и эфира в своих портфелях держат. Ну, а Ада Кардана ее максимально хейтили и рассказывали, что нет смысла. Ну, вот, кстати, тот же XRP Health Care постепенно уже восстанавливается. Поэтому, если вы купите даже с текущих, ну, потенциал у вас тут от 5 иксов, понятное дело, в идеале надо было покупать на днище. Ну, а там уже дело за вами. По поводу, как мы видим, Ада Кардана ее также выкупают. Здесь вот уровень поддержки немножко ниже пролили, но это, наоборот, хорошо. И сейчас по ней коррекция в размере, получается, 40% отличная возможность. Если покупать с текущих, то потенциал здесь, ну, как вы понимаете, от 7 иксов и выше. Поэтому, если кто не докупался, настоятельно рекомендую. Поэтому, потому что может быть одна из финальных возможностей. Ну, кто-то, может быть, поржет, кто-то скажет, что типа нифига. Ну, как вы посмотрите, самое интересное на доминацию. Она начала отрисовывать как график. И здесь на повышенном объеме, смотрите, здесь были объемы там 150 миллиардов, там сколько, 100, 180, здесь получается 250, 330, то есть в 2-3 раза объем у нас выше. И, как вы наблюдаете, здесь откупили. И давайте глянем ради интереса на месячном таймфрейме, куда мы пришли. Мы пришли к вот этому уровню. И, как вы наблюдаете, мы его не пробили. Совпадение, да. И, естественно, шло укатывание доминации. Но ниже вот этого уровня в, получается, 0,06% мы не упали. Поэтому, как вы наблюдаете, здесь абсолютно аналогичная ситуация. И сейчас можно смело докупать что XRP, что XLM. То есть сейчас коррекция в размере где-то 35%. В моменте была 45. Естественно, ну, сквиз не все успели купить. Ну, и, видите, ниже 10 центов не дали, как я и говорил. Разве что сквизом. И то это была больше шара. Да, здесь дали ниже 50 центов. В этом я оказался не прав. Но это даже хорошо. Потому что у вас есть возможность закупить по копеечным ценам тот же XRP. И, как вы наблюдаете, сейчас произошла коррекция в моменте на 43%. Ну, сейчас мы наблюдаем примерно... Сейчас покажу, сколько. Где-то около, наверное, 40% уже. Даже 35. То есть уже мы восстановились на те же там 10%. Поэтому вполне, скажем так, была ситуация такая, что, видите, у нас могло произойти вот такое. Ну, и, в принципе, вот этот фрактальчик, который я брал, по-моему, то ли отсюда, то ли оттуда. Я уже, по-моему, отсюда, да. И, как видите, вот здесь он немного даже отработал практически. Ну, немножко кривенько. Но, в принципе, все сработало. И, как мы видим, закрепление особого за 50 тысяч мы не заметили. То есть уже выкупают. И сквиз здесь был на 41.88. То есть 30 центов не дали. Ну, дали практически 40. Но, как вы наблюдаете, здесь обратно выкупили. И вот этот уровень очень сильно держит. И явно не просто так. Тот же самый XRP находится здесь, в боковике. Причем длительным период. И если в долгосрочной перспективе, то это уже около почти, там, 8 с половиной месяцев. Если, как вы понимаете, тот же Stellar, то здесь накопление у нас имеется тоже около 8 месяцев. Поэтому обязательно данные монеты стоит иметь в портфеле. Стоит докупать. По поводу XDC многие спрашивали, стоит ли добирать. Да, однозначно стоит. Здесь коррекция, получается, произошла на 35%. То есть дали отметки, получается, лето. 23 года, может даже лето-осень. Но, как мы понимаем, это отличная возможность. И те, кто ее используется, охеренно заработают. Есть еще монета такая, квант. То есть тоже она торгуется на бинансе. То есть здесь у нас коррекция произошла тоже в районе где-то 35%. Поэтому пользуйтесь, пока дают. Потому что потом возможности таких может не быть. То есть действительно это очень охеренные отметки. Донное значение. Но если кто-то считает, может быть, ниже. Может быть, никто не исключает. Все возможно на рынке. Но жадничать я бы не стал. Потому что если вы пожадничаете, ну, потом будете думать, блядь, надо было все-таки покупать. Вот HBAR, кстати, сейчас можно прикупить. 45% в отметке января дают. Поэтому если кто хотел, если кто опоздал, допустим. Я говорил, вот здесь лучше не надо. Потому что здесь слабенькая коррекция. И в идеале, если дадут сильно ниже, тогда окей. Но вот сейчас можно прикупить HBAR. Вот сейчас можно. Алгоренд тот же самый. Тоже аналогично можно. 50% охеренная коррекция. Дали отметки января. Не знаю. Некоторые написали, дали, типа, по всем альтам дали отметки лето-осень. По некоторым лишь дали. Там процентом может быть 10, максимум 20. По тому же Algo, там, Adi Cardano и многим другим не дали. Понимаете? То есть по некоторым дали, по некоторым не дали. Поэтому имейте это в виду и, скажем так, ёрничайте, типа, что вот смотри, дали. Ну, по всем альтам не дали. Вот тот же эфир уже выкупают. И то, что он сходил чуть ниже 3200, это вообще не показатель. Потому что, как я и показывал в ролике про виток, у нас нисходящий канал, который абсолютно иллюстрирует и показывает этот паттерн. И мы можем пойти потом наверх и вплоть до где-то 5200. Вот, поэтому я думаю, это одна из финальных возможностей. И вот эта коррекция и эфир, я напоминаю, тоже CBDC монета. BNB стоит ли покупать? Я не вижу смысла. Она вообще, во-первых, не упала. И, во-вторых, как вы наблюдаете, здесь боковик. И покупать её надо было от 200 до 300 долларов. Сейчас покупать по 600, когда мы находимся на глобальном хае 2021 года, ну, я смысла не вижу. То есть, если вы хотели закупить, то надо было до этого это делать. Как всегда, на телефон позвонили, как я записываю видео. В общем, на данном этапе, как вы наблюдаете, в принципе, BNB смысла покупать нет. Ну, а по поводу XRP и Stellar, можно смело это делать. Поэтому, если кто хотел взойти повышенным объёмом, это можно делать сейчас. Поэтому я не ожидал, честно скажу, что дадут настолько низкие отметки. Но их дали. И, как мы понимаем, я говорил, оставляйте 20% стейблов. Сейчас можно их задействовать. Если боитесь, ну, задействуйте 10%. Остальные 10% оставьте, если вдруг будет ещё более сильное снижение. Но я лично не жду такого. То есть, опять же-таки, всё может быть. Я уже на рынке ничему не удивляюсь, как и в жизни. Но, как вы понимаете, жадничать, когда коррекция на рынке в среднем 40-50%, а то и 60-70% по некоторым альтам. Ну, это просто идиотизм, как по мне. Поэтому не жадничайте. Закупайтесь частями. И, на всякий случай, держите в стейблах, если переживаете. Ну, а по поводу покупок сейчас их тоже настоятельно рекомендую делать. Продолжение следует...